любовь одна из самых распространенных тем в человеческой культуре с ней так или иначе сталкивался буквально каждый а если посчитать сколько существует песен на эту тему то можно хорошенечко так взгрустнуть в общем тема очень популярная сложная и неоднозначная но сегодня мы не будем рассуждать о том что такое любовь ведь у каждого свое представление о значении этого слова сегодня я вам представляю подборочку ламповых и добрых аниме которые можно посмотреть со своей второй половинкой остальные не расходимся для вас тоже найдутся интересные сериалы да такие что с руками оторвешь не переключайтесь ведь с вами анкор тв на телеканале дважды два и это подборка аниме в жанре романтика начинаем тора дора какая романтика может быть без драмы в тора дора главный герой необычный японский школьник рюджи такасу многие люди избегают любых контактов с этим парнем едва завидев его необычную и суровую внешность не знают они что на самом деле рюджи добродушный школьник который и мухи не обидят и как и все смельчаки он жаждет любви на втором году старшей школы рюджи осознает что теперь он учится со своим лучшим другом юсакой китамурой и вместе с ним в его класс попадает любовь всей его жизни минори куши эда но как к ней подступиться долго думал наш бедолага пока на его голову не падает тайга айсака по счастливому совпадению она является его одноклассницей близкой подругой минори так уж вышло что рюджи тайга соседи когда рюджи узнает что тайга влюблена в его лучшего друга то решается рассказать про свои чувства к минори после этого они договариваются что будут помогать друг другу обрести своих вторых половинок общее дело сплачивает парочку но внезапно по школе начинают ползти слухи сомнительного характера твоя апрельская ложь главный герой аниме косой арима вундеркинд мальчик проявил свой талант еще в детстве виртуозно овладев фортепиано игре его обучала мать которая была тяжело больна после ее смерти косой теряет интерес к музыке и задвигает свои таланты куда подальше однако все меняется когда герой встречает каури миадзона будучи скрипачкой она предлагает главному герою стать ее аккомпаниатором девушка давно знает косой тайна влюблена в него и поэтому делает все чтобы вернуть ему желание заниматься музыкой кстати аниме получила такое необычное название потому что косой каури познакомились в апреле когда каури скрыла один важный факт который в будущем еще сыграет свою трагическую роль аниме умело совмещает юмор с драмой конфликты выстроены так что в нужный момент зритель просто не может найти в себе силы не выплеснуть накопившиеся эмоции наружу именно поэтому твоя апрельская ложь однозначно рекомендуется к просмотру достучаться до тебя главную героиню аниме зовут совака куранума еще в средней школе о девушке ползли скверные слухи мол она умеет разговаривать с призраками а если смотреть ей в глаза дольше трех секунд то не миновать тому бедолаги страшного проклятья а все из-за схожести с длинноволосой девушкой в белом одеянии из японских страшилок садака но та которая в фильме звонок еще было ох уж эти суеверные японцы разумеется это все враги а теперь взглянем на шуток отзыхаю рассудительность частности другие качества настоящего лидера сделали шту самым популярным пацаном в школе не удивительно что собака всегда хотела походить на своего кумира каково же было и удивление когда первым человеком который протянул ей руку помощи стал именно шота самый популярный мальчик стал ее первым другом и верным спутником позже герои поймут что за все время что они вместе их связь только окреплые между ними есть нечто большее чем просто дружба ну что мы все о драме и о драме пора добавить чуточку развлекательного контента представляю одно из самых смешных аниме тысячелетия и при этом при всем оно ничуть не выходит за рамки сегодняшней темы но обо всем по порядку люди влюбляются привязываются и живут вместе долго и счастливо но все это обман общество глубоко заблуждается ведь влюбленные никогда не будут равны в своих отношениях сильнейший из партнеров всегда будет доминировать любовь это война а теперь рассмотрим любовное сражение на примере одной необычной парочки кагуя шиноми и миюки шараганы вместе они руководят ученическим советом в одной из элитных академий японии однажды по всему учебному заведению стали расползаться слухи что кагуя и миюки ну просто созданы друг для друга только не все так просто хотя оба потом и понимают что на самом деле действительно влюблены друг друга но из-за своей гордости никто из них не хочет делать первый шаг ведь я напомню любовь это война а тот кто первый признался считается слабаком и проигравшим но от чувств никуда не деться и теперь герои придумывают хитроумные планы как бы вынудить своего соперника признаться первым в своих пытливых умах они придумывают хитроумные козни однако они настолько незначительные что окружающие этого совсем не замечают с классикой разобрались а теперь давайте перейдем к чему-то посвежее например хоремия чертовски милая история о том что порой внешность бывает весьма обманчива популярная школьница кёка хори хранит маленький секрет если кто-то про него узнает у ее репутация кажется под угрозой ведь что про нее подумают люди когда узнают что она примерная домохозяйка круглой отличницы и заботятся о своем младшем братике ужас стыд то какой однако недавно она случайно узнает что ее одноклассник тоже ведет двойную жизнь в отличие от кёка в школе и дзуми миямура обычный тихоня на первый взгляд вообще может показаться что он типичный батан за ой но в реальной жизни он красивый горячий парень с татуировками и пирсингом очевидно что эти двое абсолютно не похожи друг на друга но как известно противоположности притягиваются вот и эти притянулись и теперь место себе не находят мой сэмпай раздражает ламповая история о взаимоотношениях коллег на работе футаба и гараж и совсем недавно начала работать в офисе и все бы ничего если бы не ее раздражающий сэмпай хару митакеда его несерьезное отношение к своему протеже заставляет бедную футабу постоянно краснеть однако этим двоим ничто не мешает проводить время вместе как во время так и после работы так это очень надежный и добродушный с таким здоровяком точно не соскучишься ну а футаба просто миленькая девушка забавно реагирующие на подколы своего коллеги разумеется они чувствуют друг другу какую-то симпатию но какую сами пока понять не могут аниме очень атмосферное и приятное также помимо главных героев в аниме существует и второстепенная любовная линия глобально сюжет движется неторопливо а повествование наполнено короткими смешными сценками из серии жиза само по себе аниме очень доброе подойдет как любителям от души посмеяться так и поклонникам мимимишности в японии есть такая замечательная услуга которая позволяет если японцу скучно заказать себе друга парня или девушку на какой-то промежуток времени ну чем-то напоминает нашего мужа на час чтоб полочку повесил главный герой кадзо и киноши то полный неудачник которого недавно бросила девушка будучи в глубоком отчаянии он находит популярную среди подростков услугу девушка на час и устраивает свидание щитзуру и чиносо одна из лучших в этом деле красивая старательная девушка с которой приятно проводить время естественно все прошло идеально но главному герою быстро приходит осознание того что все эти прогулки и держание за ручку и разговоры ни о чем не по-настоящему но не имея альтернативы парень разбалтывает своей семье что чизуру его настоящая девушка тогда они договариваются на одно свидание в неделю для успокоения родительских сердец а потом оказывается что они соседи да еще и в одном университете учатся впервые к адзу и выпадают шанс приударить за красивой девушкой и кто знает может их игры перерастут во что-то большее не издевайся на гатора закончить хотелось бы одним из самых нашумевших аниме прошлого сезона и сейчас я попробую объяснить чем этот сериал так примечателен для начала сюжете главный герой обычный японский старшеклассник без друзей его жизнь очень скучно однообразное все свободное время он посвящает рисованию натюрмортов или чтению книг скука да и только и все могло бы так и продолжаться если бы не судьбоносная встреча в библиотеке именно там нашего социофоба замечать типичная хулиганка по имени на гатора по какой-то причине она не могла оставить бедолагу без внимания и с тех самых пор всюду его преследует не обошлось и без подстрекательств с ее стороны но таким образом она защищает его от других задир и никогда не дает его в обиду она задалась целью сделать из непутевого школьника полноценного члена общества вместе они проходят через множество испытаний не замечая как становятся друг другу все ближе их доверие растет и со временем взаимоотношения дают свои плоды оба развиваются делает друг друга лучше и где-то на далеком интуитивном уровне понимают что любят друг друга это ли не признак крепкой романтической истории а это была подборка романтических аниме в ней нашлось место и смеху и грех и грусти но главное помните дорогие мои друзья что любви подвластен каждый не стесняйтесь пробовать и может когда нибудь и вы обязательно отыщите свое счастье если конечно же не уже ну а с вами был анкорд и сопли у вас хорошего вам аниме а